здравствуйте дорогие друзья в эфире снова программа по левому краю снова разбираем последние новости которые на мой взгляд показались интересными но на этот раз я отобрал такие новости которые такое впечатление что невольно участвовали в конкурсе название лучший сюр недели а именно первая новость поступила практически сразу как мы записали прошлую передачу и гласила она приблизительно следующее что значит из по из миллиардов обнаруженных у полковника мвд дмитрия захарченко пропала 3 миллиона евро то есть 200 миллионов рублей если вы эту новость еще не слышали с моей точки зрения она очень забавная да то обратите внимание пропало 3 миллиона евро причем обнаружили это сотрудники сбербанка где эти деньги хранились уже сколько ну если ничего не путаю почти полтора года и собственно говоря вот сейчас вдруг обнаружилось и стали кивать друг на друга мужик государевые в сбербанке в правоохранительных органах фсб которые за мало деньги кто же собственно говоря потерял эти 200 миллионов куда они делись или или потерял или прикарманил конечно насчет потерял я бы тоже попытался выдвинуть такую версию предположить что сработала обычная не российская халатность как у нас обычно бывает ну не знаю там когда перетаскивали из брони автомобиля инкассаторского в хранилище сбербанка чтобы дверь не закрывалась подперли коробочкой а потом ее и забыли но как выясняется эти три миллиона евро находились не в одной коробочке а были распиханы аж по 44 коробочкам и вот подпереть дверь 44 коробочками наверное будет проблематично поэтому и потерять их было наверное сложно скорее всего кто-то где-то на каком-то этапе умыкнул можно было бы конечно порадоваться экспроприируют экспроприаторов но на самом деле не все так весело и радужно а скорее наоборот грустно сбербанк который считается самым надежным который вроде как там почти около рядом стоящий около государственной который осуществляет массовую долю практически операции наших граждан в том числе по линии взаимоотношений с госструктурами оказывается эти взаимоотношения с госструктурами как-то строить забавным образом теряя деньги которые доверило государству уже однажды украденные найденные но теперь опять же повторно украденные деньги были доверены теперь только вопрос вот что происходит с другими доверенными ценностями в банках на простых счетах они столь ответственных и государственных вопрос опять же риторический наверное в последнее время их много таких риторических вопросов но тем не менее на мой взгляд довольно любопытная новость обращаю на нее ваше внимание и тут же перехожу к следующей новости которая тоже пришла к нам с подачи правоохранительных органов а именно мвд признала что почти полтора миллиона граждан в нашей стране существуют по недействительным паспортам то есть граждане есть у них есть паспорта официально выданные но в базе данных мвд они значатся как недействительные что это значит ну братья журналисты тут же стали просчитывать варианты что дескать вот если гражданин обратиться с таким паспортом в банк за кредитом то ему скорее всего откажут потому что при проверке этого паспорта мвд выдаст банку на запрос что такой паспорт не действительно а именно то есть скорее всего либо потерян либо уничтожен либо подделан все бы ничего если бы только дело ограничилось кредитами и это на самом деле еще один повод для риторических вопросов которые я задавала в прошлой передаче и ставил проблематику а именно как признала мвд такой сбой произошел когда объединяли несколько баз данных аж в 2006 году с 2006 года они объединяли и собственно говоря вот каким-то образом потеряли полтора миллиона граждан паспорта их недействительные как человек который ну полтора уже года назад до участвовал выбранной компании могу вам сказать что для всех не породистых партий не парламентских установлен барьер по сбору подписи для участия в выборах надо собрать подписи граждан в свою поддержку в движение партии либо кандидата отдельно стоящего эти подписи вместе с паспортными данными сдаются в избирком собственно говоря после чего они проверяются почему я обращаю на это внимание сначала оговорка да по поводу породистых небородистых напоминаю парламентские партии то есть там у нас 4 пожизненных сидельца есть в виде четырех партий они собственно говоря в рамках борьбы за равные предвыборные возможности всех кандидатов установили не только себе отчисления из бюджета вот только парламентские партии получают миллиардные выплаты из бюджета за то что они сидят в парламенте но собственно говоря и сделали себе еще одну льготу они участвуют выборах просто по заявке оформляют бумажку соответствующим образом протокол что они выдвигаются или выдвигают человека и идут в избирательную комиссию то проштамповывает это как отче наш а все непородистые остальные кого оставили за бортом эти парламентские партии они должны собирать подписи и вот как я уже сказал после того как эти подписи сдаются в избирательной комиссии наступает довольно любопытная процедура и я ее проходил могу вам немножко рассказать после того как сдаются подписи их проверяют якобы графологи правда графологи эти в избирательной комиссии либо в мвд могут не немыслимым образом установить сходство подписи по двум вариантам то есть грубо говоря они видят одну подпись видят 2 говорят эти подписи поставлены одной рукой то есть всего имея два образца не устанавливают что это сделано одной рукой хотя специалисты говорят что надо выборку делать ну не менее десятка той и нескольких для того чтобы установить что да это одна рука но бог с ним значит вот графологи устанавливают сходство несходство подписи и какой рукой они установлены а еще проходит проверка все подписи которые необходимо проверить там определенный процент от сданных все эти подписи сдаются в мвд и там по базам мвд и фмс проводится проверка и оттуда приходит ответ ответ приходит в виде действителен паспорт или не действительно вот те люди которые поставили подписи за кандидата или за партию выдвигаясь в поддержку выдвижения их просто проверяют и приходит ответ действителен не паспорт когда мне выдали вот такую бумагу на проверку моих подписи которые сдал я да я увидел в числе недействительных отметку напротив паспортных данных моего собственного отца который он при мне вносил собственной рукой списывая собственного паспорта с которым он живет уже определенное время поменяв установленном порядке и собственно говоря причем все данные вносились исключительно его рукой чтобы не было каких-то там попыток кивать что смотрите вот одной рукой внесено подписано другой рукой все было внесено при мне собственноручно и тем не менее недействительно когда я спросил в комиссии собственно говоря а как я могу проверить или оспорить вот данные присланные обратно из мвд мне сказать они как поскольку база паспортных данных существует только в мвд и вы для того чтобы оспорить или проверить сверить обратитесь туда же если вы не обратились в мвд обратились какой-то другой базе значит вы подпадаете под закон о защите персональных данных и будете наказаны за то что вы персональные данные граждан где-то взяли в другой базе они мвд и вот теперь выясняется к чему я это все вот так подробно рассказывал выясняется что полтора миллиона паспортов внесены в базу данных мвд как недействительные ошибочно можно предположить что эти люди подписывались за кандидатов на тех или иных выборах и вот теперь в принципе как в прошлый раз я уже говорил по поводу выборов президента и вмешательства иностранных сил теперь в принципе вот все эти забракованные ранее подписи на выборах можно наверное в судебном порядке поднять вопрос насколько правомощно было отказано тому или иному кандидату или той или иной партии которая собирала подписи понятно что на результаты выборов это никогда ни в коем случае в нашей стране не сыграет потому что уже обратно никто этот клубок не размотает но привлечь к ответственности все тех же избиркомовских работников ну наверное потрепать им нервы потребует какую-то компенсацию я не знаю там за потерянные упущенные там не за какие-то выгоды или может быть за подмоченную испорченную опороченную репутацию потому что если человек обвинили в том что он подделал подписи наверное и сняли его с выборов наверное он больше даже может к избирателям не подходить со своими подписными листами или со своими акционными материалами и вот теперь такой неожиданный фугас подложим под эту всю систему еще раз как и в прошлой передаче обращаясь к юристам можете поупражняться провести диспуты или может быть потренироваться на таких исках подать их попробовать но если не заработать на этом деле не знаю там финансово то по крайней мере составить себе в юридических кругах имя какого-то борца этом предложение к юристам потому что я понимаю что простым гражданам бодаться с этой судебной системы наверное будет неинтересно некогда да и невозможно ну и еще одна новость к сожалению тут под рукой у меня ее нет но процитировать хотел она тоже с моей точки зрения попадает в категорию сюрреалистичных а именно вновь в ленты новостей попала госпожа простите гражданка до депутат госдумы поклонская и снова с монархическими выступлениями с монархической темы ну ладно 8 не получается сходу найти новость а именно по крымскому мосту как сообщили информационные агентства проехала великая княгиня романова по моему там с племянником представители дома романовых проехали по мосту восхитились им и эта новость попала вот в информационные агентства поскольку они сейчас естественно очень активно пиарят все что связано с крымским мостом с поездками туда иностранцев а тем более вот представителей дома романовых но на эту новость как обычно отреагировала вот известный депутат госдумы известно она тем что уже прочно оседлала монархическую тему наверное может соревноваться только со своим коллегой опять же из нашего города который тоже тут все у нас активно педалировал либо монархическую идею идею либо борьбу с сексуальными меньшинствами и почему собственно говоря уже говорю что она оседлала эту тему ну потому что мы помним она там с портретом николая второго куда только не заявлялась по моему даже на бессмертной полке если ничего не путаю у нее по ее сообщениям даже бюст николая кровавого кровавыми кровавыми же слезами умывался там мироточил или что уж я не знаю там ну в общем прочно закрепилась за это и вот она возмутилась тем что информационные агентства рассказывают о том что какие-то там вроде представители романовского дома причастные к монаршим кругом проехались по мосту и дескать высказал в том духе что не гоже всех кого не попадя записывать в наследники монархов ну и дескать активно пиарить эти процессы ну что могу сказать вообще честно говоря когда вообще заходит вот в роль вернее разговор про роль вот этих всех наследников не наследников николая кровавого и так далее и так далее я сразу вспоминаю замечательный советский фильм корона российской империи всем советую пересмотреть особенно те моменты где показана эмиграция во франции белая эмиграция которая вокруг двух наследников претендующих на престол представителей якобы дома романовых борется за грядущую коронацию и там вот собственно говоря это возбуждается белая эмиграция активно вскрикивает встречает каждого из претендентов император господа император ну и это это надо видеть я думаю депутату натальи поклонской тоже имеет смысл пересмотреть возможно она там среди сторонников одного из претендентов узнает даже себя вот но со стороны все это смотрится очень весело и на мой взгляд забавно когда ну когда спорят вот представители одни представители другие представители 3 кто из них наиболее грамотнее представляет или понимает монархию идею в россии да и при этом ссылается на николая второго который напомню к моменту своего своей гибели собственно говоря императором то и не являлся он самостоятельно отрекся от престола если мы помним то разговор можно было вести о гибели гражданина романова а не как не император но это вот такие исторические детали на которые как раз вот такие представители и такие персонажи не обращают внимание а педалируют и возбуждаются на какие-то свои жупелые свои не знаю такие вот забавные моменты это вот на что хотел обратить ваше внимание больше наверное не буду следующие новости разберем в следующем выпуске на ленинградском интернет-телевидении красное тв до новых встреч